Это автограф дня. С вами Алексей Шемякин. Добрый вечер. Я и мои коллеги готовы рассказать о наиболее заметных событиях четверга 21 июня. И вот только некоторые его темы. Снести нельзя? Оставить. Выделение земли под строительство второго терминала на морском вокзале в Архангельске признано незаконным. Что дальше? Пора делать судьбоносный выбор. Стартовала приемная кампания. Сколько бюджетных мест предоставят абитуриентам наши вузы? Где можно, а где нельзя парковаться? Урок на эту тему от сотрудников ГИБДД обошелся некоторым водителям в полторы тысячи рублей. Сегодня день кинолога. Что за племенной питомник появился в системе Архангельского УФСИН, в котором уже родились привилегированные щенки? Итак, земля под строительство второго транспортно-пересадочного терминала на морском речном вокзале в Архангельске выделена незаконно. Такое решение принял арбитражный суд, аннулировав договор между администрацией города и собственником терминала компанией Комтранс. Иск выдвинула прокуратура. Прокуратура закладывала доводы о том, что данный земельный участок, поскольку он был предоставлен без проведения процедуры торгов для завершения строительства, мы полагаем, что это незаконно. Напомню, в прошлом году один из терминалов был демонтирован. Решение арбитражного суда пока не вступило в законную силу. До 5000 рублей на такой штраф могут влететь водители, которые неправильно припарковывают машину. Сегодня сотрудники ГИБДД отправились в рейд, чтобы лично познакомиться со злостными нарушителями правил дорожного движения. Встреч оказалось немало. Водителям они обошлись недешево. Анна Рязанова с подробностями. Желтая сплошная на Воскресенской угла в почтам, то значит, остановка и стоянка запрещены. Бесстрашных архангельских водителей полосами на дороге не испугаешь. А вот штрафов полторы тысячи они боятся. Многие недовольны. Мы все живем нормально, машин много, а места нет. Вот и все. И никто не думает, как облучить, только думает, как штрафовать. И все. И все проблема. За полчаса сотрудники ГИБДД выписали пять штрафов. Нарушители исчезли, однако еще через 30 минут появились новые. За прошлый год и начало 2018-го в Архангельске было выписано более 5000 постановлений о нарушении правил парковки. Нежелание водителей пройти даже пару метров на своих двух ведет к тому, что нарушается ПДД. К примеру, у одного из торговых центров Соломболя машины обычно стоят в несколько рядов, хотя парковка на площади Терехина запрещена. А вот вполне себе разрешенные парковочные места находятся буквально в двух шагах. На набережной Седова и на улице Беломорской флотилии. Площадь Терехина в любое время суток кишит нарушителями на вопрос, почему оставили машину в неположенном месте, водители не находят другого ответа. Знака не видел. Транспортное средство должно быть поставлено на стоянку на обочине, либо на проезжей части у ее края справа, параллельно непосредственно с самой проезжей части. Далее первые полосы транспортное средство ставить на проезжей части запрещено. Неправильная парковка – это всегда штраф от 500 до 5000 рублей. Здесь не стоянка, что нет места. Я говорю, не хватает места. Я только ключи отдал в ремонт и все. Тысячи и полторы тысячи. А что делать? Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Регион 29. Уголовное дело в отношении бывшего директора 29-й школы Северодвинска Юлии Маштаковой передано в суд. Экс-руководителя обвиняют в машиничестве и превышении должностных полномочий. На территории учреждения руководитель сдавала помещение рекламному агентству. Маштакова отстранили от должности. Позже прокуратура выявила еще два эпизода, связанные с денежными махинациями. Маштакова, не желая расторгать трудовой договор, потребовала передать ей банковскую карточку, на которую поступала заработная плата данного работника. И в течение года сама расходовала данные денежные средства, поступавшие на карту. Также Маштакова фиктивно устроила на работу свою знакомую. Ее зарплату она забирала себе. В общей сложности казна Северодвинска опустила на 300 тысяч рублей. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Вину Маштакова признала и полностью возместила ущерб. По совокупности преступлений ей грозит до шести лет лишения свободы. Дубы, яблони и декоративный кустарник в Архангельске появляется Аллея Славы. Это акция – результат победы жителей областной столицы в благотворительном проекте. Все мы проявили активность в голосовании и получили в дар тысячу деревьев, из которых 250 передали нашим соседям – Северодвинску и Новодвинску. Первые эмоции от увиденного испытали мои коллеги Михаил Меньшинин и Анна Рязанова. Мы находимся на одной из точек высадки Аллеи Славы. Это пустырь, бывший пустырь за школой номер 20. И сразу же здесь хочется отметить праздничную атмосферу. Играет музыка, проводятся спортивные какие-то флешмобы. Артисты развлекают горожан. И самое интересное, к шести часам вечера сюда приглашали людей. Но намного раньше, уже за час здесь собралось приличное количество людей. Напомню, 35 тысяч человек, 35 тысяч проголосовали за Архангельск. Многие из них сегодня здесь. Хотя с утра еще были опасения, что дождь может отпугнуть людей от участия в акции. Но, к счастью, под вечер распогодилось, вышло солнце. И вместе с ним на посадку Аллеи Славы вышли множество неравнодушных. Причем в центр города приезжают жители со всех округов. С некоторыми из них мы уже успели пообщаться. Мы сразу приняли это решение идти сюда, потому что живем здесь рядом. И ребенок здесь часто гуляет. Гуляем с ребенком здесь постоянно. И с другой стороны надо еще добавить здесь зелени. Я видел, что у нас в городе только одна аллея. И теперь у нас будет 2 аллеи. В это же время Аллею Славы высаживают вдоль домов номер 6 и 12 по улице Воскресенской. Там сейчас работает моя коллега Анна Рязанова. Ань, привет! Как у тебя дела? Как настроение? Миша, добрый вечер! Воскресенская полна народу. Люди приходят целыми семьями. Например, здесь и семья Лучинских. На Воскресенскую они пришли целой династией. Сын, родители, бабушка и дедушка закупили специальный инвентарь. И все для того, чтобы Архангельск еще больше озеленился. Я сажу ягодни, чтобы в Архангельске было больше воздуха и красивее. Но еще раз напомню, что Архангельск в дар получил тысячу деревьев. И 250 из них мы передали нашим соседям на Водвинску и Северодвинску. И там сейчас тоже происходит высадка саженцев. Но об этом уже завтра в наших выпусках новостей. Завидуя моим молодым коллегам на свежем воздухе, праздничная атмосфера. Молодцы! Помогаете облагораживать столицу по море. Впрочем, о комфортности городской среды сегодня говорят со всех площадок и трибуны. Иной раз помогают муниципальные программы. Еще больший прорыв обеспечивают федеральные проекты. А еще есть бизнес, который готов поддержать инициативы жителей. Несколько таких историй от Артемия Заварзина. Проезд машин на территорию 24-й Архангельской гимназии запрещен. Но для этой исключения. КамАЗ привез щебень, чтобы путь к партам у школьников не вызывал проблем. Впереди обустройство новой дорожки. По этой именно дороге дети ходят к нам в гимназию. В гимназии обучается 1100 человек, поэтому достаточно проблемно было попадать. Необходимый материал для обустройства пешеходных зон 25-й лесозавод также направят еще в несколько образовательных учреждений. Отдельная стезя – это школы и сады. У них летом не меньше хлопот, чем в учебный год. Им нужно построить и спортивные площадки, подготовить спортивные площадки. Нужно подготовить как раз дорожки, которые идут именно к школам, чтобы сделать главный приоритет – безопасность наших детей. Им нужно благоустроить территорию. Благоустраивать территорию спецтехника помогла и жителям дома номер 29 по улице Дзержинского. Туда завезли песок для детской игротеки. Помощь весьма кстати. Жители намерены закрепить успех в наведении порядка, участие в федеральном проекте. Мы сейчас делаем дизайн-проект детской площадки, чтобы ее оборудовать с помощью федеральной программы. И вот в 2019 году, если все у нас благополучно пройдет, то в 2019 году думаем, что получится. Звонков и писем с просьбами «помогите, поучаствуйте» руководство 25-го лесозавода получает немало. Уже сейчас поступило более ста заявок от горожан. И никогда не отказывают. Есть возможность, желание и понимание. Большое комфортное пространство начинается с маленького дворика. Обращаются люди неравнодушные. Те, кто на самом деле хочет изменить свои дворы. И сделать их удобными, комфортными, красивыми. Вот это главное совместное участие в изменении придомовой территории. Спецтехнику в городских дворах этим летом можно будет увидеть часто. Ведь нет предела совершенству, когда меняешь этот мир, этот город и двор к лучшему. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Евгений Зыков, Светлана Михеевская, Регион 29. Впереди совсем немного потребительской информации. После обязательно продолжим. Так что оставайтесь с нами. Это автографня. Спасибо, что вы с нами. В стране стартовала приемная кампания в ВУЗы САФУ и СГМУ. Готовы принять на бюджетной основе 2800 человек, более 500 по целевому направлению. Потенциально абитуриенты могут не дожидаться результатов ЕГЭ и подавать документы. ВУЗы самостоятельно проверят итоги госэкзаменов. Абитуриенты имеют возможность подать документы в пять различных ВУЗов по трем специальностям. Фактически имеют возможность выбрать специализацию по 15 направлениям. Для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершится 26 июля. Сегодня день кинолога. В конце прошлого года в архангельской службе УФСИН начал работу племенной питомник, задача которого обеспечить служебными собаками все подразделения ведомства на северо-западе. Весной в питомнике родились первые щенки. Сегодня, в день кинолога, их решили показать журналистам. Эти милахи – будущие щейки, охранники и патрульные. Элитные щенки немецкой овчарки. Амур, Агата, Анита, Аделия и Ария. Первая, кто родился в архангельском племенном питомнике УФСИН. Немецкая овчарка, она подходит для всех видов служб. То есть, так как для наркоразыскной службы, для взрывчатых веществ, для поиска, обнаружения взрывчатых веществ, также для разыскной и патрульно-разыскной службы. То есть, для наших учреждений это самая универсальная порода. Привилегированные щенки едят, играют и тренируются строго по нормам и расписанию. Так будет, пока им не исполнится год. Потом уже повзрослевшая собака закрепляется за кинологом. Самое главное в обучении служебных собак, это даже не ежедневные тренировки, а правильно подобрать и хозяина кинолога. То есть, если собака рождается активной, то ей нужен более спокойный кинолог. А если собака, наоборот, меланхоличная, то и кинолог ей нужен, соответственно, более активный, более жизнерадостный, который сможет уравновесить и дополнить своего питомца. В архангельском питомнике Уфсин планируют, что здесь каждый год будет рождаться около 70 щенков элитной породы. Специально для этого здесь содержат 15 племенных собак, отобранных кинологами. Одна из таких – мама наших пушистых героев. Двухлетняя овчарка по кличке Летти. Ее мы купили у нас в Архангельске. Она у нас Архангельска от родителей, от чемпионов. У них хорошее качество, хорошо поддаются дрессировке, тренировке. Ну и по характеру тоже они спокойные, поспокойнее, чем вот есть такие собаки, которые есть вообще неуправляемые. Взрослые служебные собаки, так же, как и щенки, тренировок не прекращают. Они развивают навыки поиска взрывчатых веществ, охраны территорий и задержания преступников. Но даже самая подготовленная собака имеет свой срок службы – примерно 8 лет, после которых она отправляется на свою собачью пенсию. И, как правило, навсегда остается жить дома у своего кинолога. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Регион 29. Над созданием этой экспозиции трудились историки, краеведы моряки. В столице Поморья сегодня открылась выставка «Архангельск, колыбель российского флота. История Адмиралтейства». Олеся Кокина увидела и оценила представленные экспонаты. На этой выставке каждый предмет и документ – свидетель великого дела. Петр I больше трех веков тому назад именно с Двинского берега увидел будущее отечественного флота. Однако за звание «Колыбели» судостроения спорят несколько городов. Задача этой выставки – доказать, представить факты, представить чертежи, которые говорят о том, почему мы в этом году празднуем 325 лет со дня государственного судостроения в Архангельске. Экспонаты, документы и информацию для этой выставки сотрудники Краеведческого музея собирали на протяжении нескольких лет. Говорят, было непросто. Когда указом Александра II Архангельское Адмиралтейство было ликвидировано, весь его обиход и архив был либо отправлен в Санкт-Петербург, либо продан с молотка. Выставка, она от классической информации, в том числе она обладает совершенно свежайшими новинками и открытиями, научными открытиями, которые еще ждут своей публикации уже в каких-то печатных научных работах. Кроме документов, есть и подлинные свидетели того времени. Судовой руль неизвестного парусника начала 19 века буквально сам пришел в руки к историкам. Точнее, его вынесла Северная Двина. А со дна Белого моря был поднят гигантский якорь. Кроме того, экспозиция знакомит с навигационным оборудованием парусников. Окунуться в историю российского судостроительства можно до конца года в гостиных дворах. Олеся Кокина, Ольга Красулина, Регион 29 Таким мы увидели этот день. С пожеланиями добра, удачи и хорошего настроения. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok